Снова здравствуй, дорогой зритель! Снова с вами я, Михаил, канал Картавый Блогер. Повалялся несколько дней с ребятенком в больничке. Вышел, зашел на почту, забрал часть, малую, большую, не знаю, часть посылок с Панды, которая была взята на распродаже. Ссылки вам не положу, можно туда не заходить, но как не положу. На Али я вам положу, на Панду не положу. По двум причинам. Во-первых, Панда не дает кэшбэк. Во-вторых, там уже таких цен нету, поэтому делать там нечего. Мне, как ни странно, практически все дошло, но бывали случаи разные. Разные разнообразные, в том числе очень сильно ужасные. Mi 8 Lite 4,64. Надо как-нибудь открывать поаккуратней, а то оно и так вон все в каких-то дырдочках. Хочу и пленку могу поколбасить. Значит, 150 долларов, цен 22, китаец заявил. Mi 8 Lite, вот видите, уголочек взял, подмялся. Прям вот очень, это, конечно, неприятно. Прям неприятно-неприятно, когда тебе берут и уголочек подминают. Не, вы не подумайте, сейчас помимо Mi 8 Lite пойдут еще другие разные интересности. На самом деле, будет что посмотреть. Кстати, Mi 8 Lite у меня сейчас регулярный товар, видите, немножко у меня есть. Можно их у меня заказать. Внизу есть ссылка в описании. На мою группу. Я думаю, даже вот эти вот коричневые коробки, это пока у меня не было. Супруга тут приняла. Они вообще в идеальном состоянии, все хорошо. Их отправили курьером. То есть, вот так вот думаешь, да, там, дай-ка я что-нибудь там схитрю, короче, чтобы налоги там мне не насчитали, а не тебе бах, а мы курьером отправим. Курьерскую службу возьмет тебе и насчитает. Послины, таможенные. 30% сверх превышения. Так, Mi 8, давайте вот так вот разложим. 4, 6, 6, 7, 1 ушел, да? Вот так вот. Так, перейдем к чему? Перейдем к тому, что откроем сейчас вот такие вот посылочки. Значит, здесь он указал вот этот Кубот Кинг-Конг С за 78 долларов. Тоже Латвии послал. А Латвия вся за 2 недели доскакала вот тут. Бабам, Кинг-Конг! Ёбушки-воробушки. Кинг-Конг, Жеф! Седьмой андроид, 1,3 ГГц, камера 8, 13, 4400 батареи, Wi-Fi, 2G, 3, 4G нету что ли? Да, только 3G максимум. Два встроенной, 16, о, о, два оперативки, 16 встроенной, 10 касаний, поддерживает. В общем, не знаю, чуть попозже сделаю на него отдельный обзор. Также там где-то еще Хомтон HT70 дожидается обзора. Теперь еще и Кинг-Конг будет сидеть и ждать в очереди за Ми-8 Лайтом, Ми-А2 Лайтом. Хомтоном HT70. Что-то я, по-моему, еще не обзирал. Лига Пауэр Ту. Шляпный, короче, телефон, судя по всему. Но зато его упаковали в пупырочку. И вот такой вот он прибежал. Большая батарея. Доступ по лицу. Нифига себе. А стоит он что-то там, короче, каких-то смешных достаточно денег. Блин, силикановый бампер, испаренная камера. Ух! Тоже, ребятки. Думаю, надо будет сделать обзорчик о нем. Есть какие-то пожелания у вас на обзоре, что вы хотите о этом диком подувале китайском, чтобы я в обзоре показал. Так, Cubot R9, 75 долларов в накладной. Хоп! Хей, хоп! Ммм, наверное, там красиво, если бы не замятая коробка, было бы, наверное, совсем хорошо. Спасибо, Тролли Валя. Силиконовый бампер, опять же, двойная камера. Сканер отпечатка. Рожа-кожа, шик с надрывом. Ждем обзор. Надеюсь, сделаю. Время найду. Лига-М9. То же самое, что ли, я два, что ли, нечаяненько заказал. Ну, то есть... О, нет, смотрите. Лига-М... А там что у меня было? Пауэр-Ту. Р-9, Cubot, King Kong. Нет, что-то такое отдельное. Совсем не пострадал практически упаковочка. Само как его в плю... Вау! 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 Ну, вообще, короче, огонь мобила. Огонь мобила в пределах 5 рублей. Кстати, скорее всего, их тоже есть там не заберут. Короче, есть у меня одни бойцы, которые это могут даже заберут. Вот, если они не заберут, то в группу заходи, я их там буду за недорого отдавать. Ми-8 сейчас надо, наверное, переоценить. Так, М9 Pro. А тут у нас был какой? Тут был просто Пауэр-2, а это М9 Pro. О, М9 и М9 Pro. Сделаем, наверное, вообще сравнение. Я смотрю, вот этот 4G должен поддерживать даже. Так, есть что у нас? Опять Лига. Как вам правильно назвать? Т-8. С ума сойти, назовут же. Ух ты. Даже силикогель положили. Обалдеть. С ума сойти. О, вот это. Блин. Ох. Лоток, две симки, флешка, сканер-отпечатка. Ух, камера две. Ух. Короче, огонь мобил, опять-таки, в пределах пятака стоит. Посмотрим, наверное, что это такое. Пока уберем. Т-8, М9 Pro. М9 просто. Ух. Чуть-чуть, чуть-чуть, чуть-чуть. Чуть-чуть, чуть-чуть, не хватает. Вот. Вот это не спанда, ребят. Сразу скажу, скорее всего, это, скорее всего, салика. Ой. Теперь у нас такое. Теперь у нас такое. Смотри, что. Что-то воняет даже немножко. Машинка такая. Ну, по идее, это для кексов, но, блин, цвет какой-то кислотный. Мы такие штучки подзаказывали, для чего в них гипс заливаем, гипс застывает, а потом ребенок раскрашивает все это дело, как 3D-модель. Очень классно, короче, развлечение для ребенка. Что это у нас такое? 75 долларов, кубот R9. У меня R9 же, по-моему, был. Да, два. Два R9. Оп. Да, R9, по-моему, такой был повтор. Да, пришел стеклом вниз, не стеклом вверх. Так, что у нас еще? Что у нас еще? Здесь вот у нас. Давайте посмотрим. Баба-баба-баба-баба. Это же Mi Band 3. Вот, кстати, загорелся я Mi Band 3. Наверное, себе тоже его возьму. Осталось. Блин, вот так вот ножом себе ногу отрезать. Ну, вот. Латвии шло, шло. Некоторые упаковочки чуть покоцались. Ой. Одна пришла с вложением. Во вложение было написано о том, что пакет был порванный. С доступом к положению. Но, видимо, внутри все осталось цело. Упаковки даже практически не пострадали. Блин, я теперь своего ножа боюсь. А что почему я? Пиво выпил немножко. Мне теперь все страшно. Так, Mi Band 3. Хорошо. И еще один, судя по всему, третий Mi Band. Да, судя по всему, так оно и есть. Упаковочка практически. Ну, немножко еще замялась. В общем, ребят, на Mi Band похожу, расскажу. Пображу, что он на себя представляет. По вот этим телефонам жду от вас, что вы хотите в обзоре увидеть. Или, может быть, вообще его не надо. Так, чисто распаковать, покрутить, повертеть. И не более того. Думаю, расскажу вам, что такое панда. Потом поподробнее, как пытаться избежать налогов. На какие налоги попадают людишки. Попадают на серьезные налоги, в том числе. Ну, и в целом. Расскажите, чего вы выхватили на панде. Сколько вам это обошлось. Поспамьте своими этими, как их, промокодами на панду. Кому они нахер нужны. Дают за это 100 бонусов. А пункту с этих 100 бонусов никакого нет. Тут там 2000 бонусов. Ничего не возьмешь. Кстати, ломают многие аккаунты. И бонусы у них, чпок, списывают. Что-то на них покупают. Про это, наверное, может быть, тоже расскажу. Фопа, да, ребят, привет. Было с вами весело, короче, эти несколько дней. Подлавливать хорошие цены. Ну, там, для понимания. Ми-8 Lite мне в двух разных местах обошелся с разницей в 2000 рублей. Такая вот петрушка тоже есть. К сожалению, не взял себе я все-таки. Не знаю, как вот я это лоханулся. Это OnePlus 6T 8128. Поэтому, если вдруг у кого-то с Panda остались они лишние, там, 2 Mi 8 Lite и что-нибудь там еще сверху, например, я вам дам. С удовольствием махнемся, сделаю обзор. Может быть, с ним даже похожу. Ну да и ладно. За всем, думаю, все. Давайте прощаться. До скорых встреч. С вами был я, Михаил, канал «Кортовой блогер». Пойду допивать свое пиво. А может быть, вечером пойду в баню. Пока.